Привет, мои хорошие! Начинаем с вами новый влог. Начинаю я его с вечера, в час ночи. Лерочку только уложила спать и говорю, у меня сегодня в ночь. И завтра мы едем в гости к моей подружке. Так получилось, что мы начали общаться с ней вообще случайно. Оказывается, наши родители тоже дружили, когда мы были маленькие в гости, тоже они с нами ходили. И так вообще было приятно это узнать. У неё дочка на 18 дней младше моей Лерочки. Вот так мы познакомились, и недавно она ещё второго родила. И мы тут подготовили такие небольшие новогодние подарочки. Завтра поедем в гости, посидим немножко старшей дочке, которой скоро два годика. Подарим вот такую энциклопедию. У Лерочки такая же энциклопедия. Мы просто её обожаем. Наша, конечно, уже потрёпанная. У неё уже нет вот этой главной страницы. Но мы до сих пор её смотрим, изучаем. Лерочка её изучает с шести месяцев. И мне нравится то, что здесь реалистичные картинки. Вот настоящие, да. Ребёнок не запутается. Настоящие фрукты, настоящие там орешки. Так, это тут другое у нас. Сейчас покажу вот животных. Одежда вот тоже реалистичная, настоящая. Всякие. Вот, смотрите, какие животные классные. Книжку на Валберес можно заказать. По-моему, из Симулэнди она тоже есть. Нам сестрёнка тоже такую дарила. И вот прям моя любовь. Обожаю. И решила тоже такую заказать. Думаю, тоже будут читать, смотреть. Да и первой дочке пригодится, и потом второй дочке тоже пригодится. Так, дальше смотрим, что у нас тут. Второй малышке я заказала вот такие вот щёточки от Пижин. У нас у Лерочки тоже такие же щёточки были. Как видите, я заказываю всё, что проверено. Не стала брать, ну, что-то другое, да. Потому что не знаю, подойдёт или нет. Нам подошло и то, и другое. У нас были такие же щёточки, только белого цвета. Вот это вот самое первое. Она силиконовая, прям вот для малышки 4-5. Потом идёт смесь силиконовая плюс обычная на 9 месяцев. И на 12 месяцев идёт вот такая уже, как обычная щётка. Там, когда уже ребёнок соображает, что зубки надо чистить. Вот, думаю, будет пользоваться. Ну и вот такой вот ограничитель. Когда зубки режутся, вот это вот первое, это просто спаситель для деток. Ярка долго с ними играла. А это подготовила Катюша уже. Крем для рук зима и бальзам для губ. Мне кажется, это 100% то, что она будет пользоваться. Сейчас и ручки, и губы надо ухаживать за ними из-за холода. И как бы, видите, всё нужно. Я знаю, что они будут пользоваться этим. Вот, Фаберлик очень вкусно пахнет. У меня для лица такой же. И для рук я себе тоже такую же заказала. Прям, ну, безумно пахнет кокосом. И уже Женя заказала её мужу. Просто шампунь взяла мужчинам, я думаю. Ну, я не знаю, что им нужно. Я всем заказываю шампунь. И всё равно будут пользоваться. Тоже знаю. Вот, вроде приятно так пахнет. Да, прям очень приятно пахнет. Мне нравится. Так что подарочки вот такие вот небольшие. Но думаю, конечно, что останутся довольны. Я, конечно, на это надеюсь. Думаю, на Фаберлик смысла нет, да, оставлять артикулы. Потому что легко найти. А вот на щёточки обязательно артикулы ставлю. И на энциклопедию. Вдруг на Новый год кому-то нужно тоже заказать подарки. Вот, и на этот пакетик тоже оставлю ссылку. Размеры там есть разные в этого магазина. И мне прям безумно понравился этот пакет. Очень прям стильный, такой красивый. И здесь, видите, вот такие вот блёстки шуршащие. Класс. Ну, и сегодня у меня произошла небольшая перестановка. У меня Игорь когда в ночь уезжает, у меня включается фантазия. Даша начинает двигать всю мебель по дому. Что-то переставлять, что-то выкидывать, расхламлять, перебирать. Решила я всё-таки послушать ваши советы. Пока не продавать комод. Пускай пока стоит, пока мы кровать не купили. Мне очень нравится, вот как сейчас выглядят. И стеллаж тоже перевернула, как вы мне советовали. Вот, так что пишите, как вам. Мне прям нравится. Здесь лошадь вмещается. Сушилка, конечно, посередине, но её тоже здесь можно ставить. Вот. Как-то заходишь, прям светло так, уютно. Розовый цвет мне вообще этот нравится в детской шторе. Ну, и белая мебель, конечно же. Всё так гармонирует между собой. Я прям вообще кайфую. Ну, и цветочки мои, конечно же, вообще комнату освежают. Так что пишите свои комментарии. Пока не буду продавать. Ну, всё, я уже приготовила кушать. Игорь только встал. Здесь у меня гречка с тушёнкой. Тут морковка, лук, компотик. Время полпятого почти. Сейчас попробую Леру уложить спать. И потом в 8 часов поедем в гости. Сегодня она у меня только в 12 днях встала. Да, Лерка? Сейчас взяли пледик, подушечку. Сейчас ляжем, и может быть, она уснёт. Ну, и, конечно же, добавлю во влог немного мотивации. Перебарщивать не хочу. Вообще хочу немножко сократить уборку, добавлять прям чисто жизненные моменты какие-то. Не делать из влога уборочный. Вот, сейчас хочу немножко прибраться в ванной. Всю свою ванну я мою лимонной кислотой. Я вам уже говорила, у меня нет никаких других средств. Унитаз я мою частином, также его заливаю. Конечно, иногда тоже нужно обрабатывать от налёта. Ну, а так ванну, краны, машинку вот я в этот раз всё чистила лимонной кислотой. У нас раньше стояли зубная паста, зубные щётки, жидкое мыло, мыло для подмывания, да, ребёнка. И мне так всё это надоело, потому что пыль копится от полотенец, и капли постоянно какие-то. Я частенько всё это протираю, и мне так надоело всё это переставлять. Я в итоге убрала и оставила только мыльницу. Сегодня вот решила добраться до контейнера. К сожалению, у меня дома нет никакой щёточки. У нас потому что щётки электрические, и обычными щётками мы не пользуемся, у нас их дома давно уже нет. Пришлось вот замочить всё лимонной кислотой, потерять тряпочкой. Ну, нормально, всё отошло. Ну, и ещё пару дней назад Игорь как раз-таки фильтр почистил. Кстати, фильтр у нас всегда чистый. Я у многих вижу прям такая грызища, у нас никогда такого не было. Ну, и сегодня вот... Ой, вчера замочила вечером как раз-таки белое бельё в кипятке с отбеливателем Фиберлик сыпучим. И сейчас хочу всё это закинуть в машинку и постирать на 2 часа на 60 градусов. Я вот сейчас нашла прям для себя идеальный способ. У меня прям полотенчики как новые, все белые, футболки все белые, носочки все белые. И мне вот практически всю одежду сейчас хочется заменить на белую без каких-либо рисунков, чтобы вот так замачивать спокойненько, стирать и всё, и не мучиться. Потому что цветных вещей намного тяжелее выводить пятна. Порошок у меня универсальный тоже, который в пакетиках Фиберлик. Совсем немножко его добавляю, он концентрированный. Потом также отбеливатель ещё немножко добавляю при стирке. И кондиционер у меня, по-моему, этот с розой. Ну и всё, поставила я на час 50, 800 оборотов и 60 градусов. Ну и обязательно моя работа это пропылесосить. Пылесошу я где-то 2-3 раза в день от своих волос, от какой-то пыли, мусора у нас достаточно. А я сегодня одела свою новую футболку, заказывала её на Валберис. Девочки, ну такой классный, мне так нравится вот этот вырез. И ткань такая у неё плотная, и она тянется. У меня подобная вот футболка с H&M как раз таки, но она уже как бы... Ей 4 года, она уже тоненькая стала, такая застиранная. Вот, а здесь, короче, такая ткань прям тянется. Я не люблю оверсайз какие-то футболки. На лето люблю, да, чтобы жарка не было. Но вот дома мне нравится ходить. Так фигура красиво смотрится. Конечно, лифтик немножко просвечивает, да. Но сама ткань вообще классная, тянется. Она как бы плотная, да, не такой дешёвый-дешёвый хлопок, который мнётся. Эта футболка не мнётся, да, если вы постираете, оденете, и всё с ней нормально будет. Я вам обязательно прямо оставлю ссылочку на неё. Можете заказать на Валберес. Это не реклама, я сама её заказала. Я долго выбирала. Все футболки там практически по 500 рублей. Это, по-моему, тоже 500 рублей была. И по отзывам тоже хорошая она. И я вообще капец какая довольная. Так что прямо рекомендую вам. И вы точно не пожалеете. Сейчас хочу поговорить насчёт хейтеров, которые написали мне негативный комментарий по тем видео. Якобы я постоянно ною, меня ничего не устраивает. Многие даже согласились с этим и поставили лайки. Я от вас вообще не ожидала, конечно. Если что, даже можете не писать такие комментарии. Я буду сразу же удалять. Потому что вы заходите ко мне в гости, и я не позволю вам срать на моём канале. Вы сразу будете отправляться в бан. Я сразу же буду все удалять комментарии. Я не собираюсь отвечать вам как-то, потому что нервные клетки не восстанавливаются. И с такими людьми лучше вообще не вступать в диалог, потому что это ненормально у человека, когда человек пишет негативный комментарий. Я бы в жизни не написала негативный комментарий. Я смотрю у многих блогеров, и у многих мне что-то не нравится. Но я бы никогда в жизни не написала блогеру, что мне что-то не нравится, убери этого, ужасно или ещё что-то. Потому что да кому нафиг моё мнение надо? Нормальный человек... Вот я же не буду бросать всё и делать так, как вы мне сказали, то, что вам нравится. И это ненормально. Если человеку хорошо от этого, то, что он пишет негативный комментарий, это уже какой-то диагноз. И с такими людьми вообще лучше не вступать в диалог. И блогерам тоже самое рекомендую. Пропускайте мимо такие комментарии, потому что это ненормально, когда человек выливает на чужого. Вообще человека, которого он в жизни никогда не видел, говно. Вот обращусь ко всем вам, девчонкам, да. У всех разные вкусы. Кому-то нравятся свечи, пледики, покрывала, там, паласы, ковры. Вы же не станете мне писать, что у меня всё по-уродски, у меня тут всё пусто, вам то, что не нравится. Вы промолчите, да, потому что вы понимаете, что у меня другой вкус, у вас другой вкус. А этот человек, он этого не понимает, и он начинает выливать говно на совершенно чужого человека. Сами понимаете, это ненормально. Так что такие комментарии можете даже не писать, а если напишите, то я сразу же их удалю. Говно я у себя на канале, больше пропускать никакое не буду. Не буду его оставлять, чтобы другие ставили лайки. Так что нравлюсь, остаётесь. Не нравлюсь, хлопайте дверь, и уходите на другой канал, срать там. И ужасно то, что у такой женщины, которая такой пишет, есть и муж, и дети. И страшно просто, чему она научит своих детей с таким характером и с такой болезнью вообще диагнозом. Мы вчера же ездили в гости к моей подружке, заказывали роллы, подарили детишкам подарки. Нам Катюша тоже собрала подарочки. Я вам уже завтра покажу. Просто что-то свет сегодня в доме какой-то дурацкий. Игорь у меня уехал забирать все заказы. Мне пришёл заказ в Фаберлик. Мне пришёл заказ в Казань-экспресс. Потом мне ещё именные шарики на ёлочку одна девушка сделала. Мы у неё букеты постоянно заказываем. Вот в Аглино живёт она. Работает тоже. У неё студия своя. Шарики, цветы. Вот. Она нам сделала новогодние шарики. Именные. Игорь тоже заберёт. Повесим их на ёлочку. Вот. На Казань-экспресс я там ремешок для часов белой заказала, чехол для телефона белой заказала, пульт нам заказали, потому что Лерка кнопку отгрызла и потеряла куда-то. Вот. Ну, а Фаберлик тоже уже. Игорь завтра на работу уедет. Я Лерочку ложу и спокойно вот в этот влог тоже сниму обзор Фаберлик. Девочки, хочу вам посоветовать бальзам для губ. Вот я недавно на аптеку брала морозка. Детская зимняя помада. Она идёт 0+. Лерочка сейчас тоже с удовольствием её мажет. Вообще написано было то, что она с витаминами и с ромашкой, но нифига. По запаху вот прям кокос. Она прозрачная. Ну, беленькая просто, прозрачная, жирная. Очень жирная. Вот. Как будто вы кокосовое масло мажете. Очень вкусно-вкусно пахнет. Вот это где-то 60 рублей. Айболит. Она немножко пожирнее, поплотнее, что ли. А это прям вот как маслица. Обе советую. Обе классные. Кто кокос не любит, можете вот это взять. Она такая тоже как будто ромашкой отдаёт. Обе классные и бюджетные. А вот этим я лицо сейчас мажу от сухости. Тоже вот кокосом пахнет. Очень-очень жирный. Особенно на ночь убрать все шелушения и для рук, и для лица классные. Ещё у них такие бальзамы есть. Линейка тоже бюджетная. Она очень-очень классная. Ну и волосы я сейчас увлажняю вот таким спреем. Он тоже кокосовый. Я вот волосы как выпусушу феном и потом брызгаю, чтобы немножко их увлажнить, пропитать. Прям очень сильно пахнет кокосом. Я вообще фанатка кокоса, если что. И раз, два раза в неделю где-то делаю вот эту масочку увлажняющую. Она как кремушек, но она не впитывается. Она как бы увлажняет, потом её смывается и всё. Тоже, ну, травами какими-то пахнет она. Сейчас посмотрим, что там вообще. Ой, какие-то экстракты, сливы, мандарины. Короче, много-много всего. Вот. Ну и всё. Практически сейчас ничем уже не пользуюсь. А, ну ещё и для тела у меня Иннатур. Вот, смотрите, вот эти все тюбики у меня от косметики как раз-таки Иннатур. Я просто убираю наклейки и переливаю туда в них. Тоже вкусненько-вкусненько, прям ежевикой пахнет, но он прям суперлёгкий, нежирный, сразу же впитывается. Вот что подарила Катюша Лерочке. Смотрите, это вот такая вот коробка с фломастерами. Благо, эти фломастеры очень тяжело открыть, сможет открыть только взрослый человек. Я пока давать не буду, потому что она у меня даже ручки не понимает. Она начинает везде всё разукрашивать, стол, стены. Она пока просто играет так, как с палочками. И удобная, смотрите, коробочка у неё. Ну, это для деток постарше, да, вот можете присмотреться. Крышечку открываешь, и крышечка никуда не девается, и коробочку удобную хранить там. И вот такая вот книжечка, и тут на каждой страничке идут вот такие пазлы. Думаю, как раз Лерочка скоро начнёт понимать, потому что у неё пазлы только из двух штук. Подписчица ей присылала, а здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это у нас книжечка Курочка Ряба. Тоже странички плотные, очень клёво. Вот, и чик, вот так закрывается она. Их можно таскать, как сумочку. Прикольная вообще книжка. Вот, так что теперь будем учиться собирать пазлы. Вот, Катюша тут собрала нам вот такой подарочек. Вот тут она мне собрала. Тут масочка для лица такая вот. Вот это вот, прямо она, как знала, у меня чёрные точки появились, я уже не знала, просто как только не замачивала лицо. Буду пробовать. Вот такая вот штучка. Гель для душа очень прям фруктово пахнет, классно. Я даже Игорю давать не буду. и вот такой вот кокосовый скрабик. У меня тоже был до этого кокосовый. Идеально подходит у кого сухая кожа. Он не сильно скрабирует и от него нет никакой грязи, как от кофейного, потому что от кофейного я нафиг избавилась, потому что я испачкала все стены, всю шторку, всю ванную. А кокосовый он такой хорошенький, нежный, жирненький. И кожа увлажненная после него и нетравмированная. И здесь подарочек Игорю. И вот такой вот наборчик Игорю. Тут гели-шампуни три в одном. Два штучки. Лепетти Марселье, если я правильно называю. Тоже такая классненькая с бечевкой. Как раз у Игоря закончилась. Я ему ничего не заказывала. Тоже ему перелью и он будет пользоваться. У нас еще, кстати, такого по-моему не было. Неа. Вот такие вот у нас подарочки. Ну а что я им покупала, я вам в начале влога уже показала. Так что белье мое стирается. Поставила на 60 градусов. Просто я сейчас в восторге замачиваю горячей водой. Я половину заливаю с чайника, чтобы прям кипяток был, и половину горячей воды с крана. И оставляю на ночь. Потом утром уже начинаю стирать на 60 градусов, почти на два часа. И потом такое все белоснежное. Боже мой. И по вашему совету я оттерла ручку на Леркином столике. Вы мне советовали пасту Greenway, меламиновую губку. Меламиновую губку я обязательно закажу на Фаберлик, попробую, потому что ни разу еще не заказывала. И вместо Greenway пасты у меня есть паста от Фаберлик. Она такая же, только немножко слабее. Вот, я ей плету, чищу. И она хорошо очистила столик как раз-таки. У меня была паста Greenway, но у меня занималась подружка, я у нее заказывала. А сейчас тут рядышком вообще не у кого заказать. я вот перешла на Фаберлик, мне тоже она нравится. It's 2 a.m. and I can't fall asleep cause I'm not tired I'm thinking about the days we used to shine when we were young I told you that we should start a band and reach for the sky Игорь у меня приехал. Он забирал заказы с Wildberries, с Казань Экспресс, заезжал за говядиной, за мясом, купил продукты. Я сегодня хочу приготовить минтай в сметанном соусе, макароны отварю и порежу огурчик. Рецепт я говорить не буду, потому что рецепт суперлегкий, очень популярный. Вот, много раз его показывала, но хочу немножко поговорить сейчас о другом. Мы уже с Игорем как два дня начали смотреть телешоу «Секретный миллионер». Раньше тоже смотрели, но сейчас новый сезон вышел. Я вам очень-очень советую его посмотреть. Он идет по пятнице. Можете на ютубе зайти на пятницу и там посмотреть. Сейчас уже два выпуска вышло. Девочки, я когда смотрю, я просто рыдаю. Это, наверное, такое единственное шоу, где я просто не замолкаю, у меня слезы градом идут. Суть этого телешоу, там берут какого-то миллионера, дают ему тысячу рублей, отправляют в какой-то город, и этот миллионер должен с тысячами рублями выжить, помочь кому-то, чтобы ему помогли, заплатили, чтобы дали ночлег. И кто ему поможет, он потом их отблагодарит через четыре дня. И вот как раз-таки, когда кто-то ему поможет, из тех людей в течение четырех дней, он в конце выберет, кому-то отблагодарит, кому-то дарят квартиры, кому-то машины, кому-то деньги, подарки какие-то, и просто сами миллионеры стоят, плачут, люди плачут, потому что не верят, потому что они в ужасных ситуациях, а тут такой подарок. Потому что миллионеры одевают так, как будто он бомж, и в итоге люди чужого человека дают ему ночлег, помогают какую-то работу, помогают найти добрые люди. Вот к чему я все это начала. Недавно меня в комментариях начали осуждать, якобы я не знаю, чем заняться, начинаю что-то выкидывать, что-то отдавать, ничего меня не устраивает ребенка, я лишаю детства, отбираю у него игрушки. Не дай бог нам оказаться никому в таких ситуациях, потому что бывает всякое. В один момент наша жизнь может перевернуться, какая-то трагедия, какая-то болезнь, смерть, кризис, пожар, и мы все можем оказаться просто на улице. Вот стоит просто закрыть глаза и представить себя на месте этого человека. Вот вы постоянно говорите то, что я от всего избавляюсь, да, я от всего избавляюсь, и я каждый месяц в течение уже трех или четырех лет отдаю волонтеру большие пакеты, просто я провожу большое расхламление и смотрю тем, чем я не пользуюсь, и возможно я помогла уже многим семьям. У меня есть знакомый волонтер, который приезжает забирает этот пакет, у них есть арендованное помещение, где они распределяют вещи, да, для пожилых людей, для погорельцев, для мамотика одиночек, короче, для тех, кто нуждается в этом. Вот например у вас, да, висит какая-то может быть зимняя куртка в шкафу уже лет пять, и вы все откладываете на потом, думаете, что вы будете носить, вы жалеете, кому-то она просто может спасти жизни, тому человеку, которого вообще нет дома, он где-то ночует в подвалах, да, на теплотрассах, и просто вынести эти пакеты даже к контейнеру, да, к мусорным бакам, и люди, кто нуждается, обязательно заберут. Вообще шикарно, если у вас есть даже знакомая семья какая-то, может быть соседи, которые в этом нуждаются, многодетная мамочка и так далее, это вообще будет прекрасно. Также можно в храмы куда-то относить, да, везде есть такие пункты, где можно отдать все это. Так что, девчонки, никогда ничего не жалейте жизни, это большой бумеранг, сегодня вы поможете, потом вам помогут в ответ, да, у вас может быть какая-то новость прекрасная будет, может быть, вы что-то получше купите, никогда не жалейте, ведь многие люди просто нуждаются в этом, у них нет ничего, те же самые игрушки, в которые ваш ребенок не играет, а ребенок, который живет в ужасных условиях, будет просто рад этой пластмасски, с которым ваш ребенок сейчас не играет. Так что, посмотрите передачу обязательную и задумайтесь над этими словами, никогда никого не осуждайте и всегда помогайте, видите человека, который просит денег, купите хлебушек, дайте копеечку и, может быть, вы этому человеку спасете жизнь. Всех люблю, целую, увидимся с вами совсем скоро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok